2 января, когда страна продолжала праздновать Новый год, не отдыхали, только либералы. В этот день они зарегистрировали законопроект о выходе Молдовы из СНГ. В пояснительной записке за подписью в том числе и господина Гимпу говорится, что Российская Федерация не выполняет положение соглашения о создании СНГ. И поскольку Республика Молдова стремится в ЕС, они считают необходимым денонсировать само соглашение. Какими могут быть последствия этого шага? Судя по всему, либералы не задумывались. А между тем имеет смысл разобраться, почему эта инициатива появилась именно сейчас. Кто, кроме либералов, может ее поддержать? И чем это, собственно, может обернуться для молдавских граждан? Как всегда, будем разбираться принципиально, ведь вы смотрите программу «Дело принципа». Меня зовут Людмила Бельченкова. Здравствуйте. И я представляю своих сегодняшних гостей, которые будут помогать мне в этом разбираться. Это вице-спикер парламента Валерий Гелецкий. Добрый вечер. Добрый вечер. И глава бюро ТАСС в Республике Молдова Валерий Демидецкий. Вам здравствуйте. Добрый вечер. Отдельно хочу вас поблагодарить за то, что, несмотря на непогоду, вы пришли, мы работаем в прямом эфире, и пришли обсуждать эту важную тему. Вот я не солгу, если скажу для вас и для телезрителей, что эту идею выхода Молдовы в СНГ у нас обсуждают очень давно. Ну вот зарегистрированный законопроект со всеми обсуждениями появился вот сейчас. Либералы сейчас на это решились. Вот как вы думаете, почему, господин Гелецкий? Ну, вы правы. Эта идея, она обсуждалась и ранее. Это не новая идея. Я думаю, мы вошли в избирательный год. Впереди избирательная кампания. И либеральная партия решила выйти с какой-то инициативой, которая, с их точки зрения, могла принести им какие-то политические дивиденды. Она имеет, конечно, и определенный популистский характер, потому что такие решения, они должны обсуждаться. Надо смотреть действительно, каковы будут последствия. Просто так рубить с плеча, ну, немножко неразумно, скажем так. С другой стороны, я считаю, что такая идея, поскольку она и ранее поднималась, она стоит того, чтобы ее как бы обсудить. Но, может быть, не таким подходом и не с такой целью, с какой целью, скорее всего, пришли либералы, когда зарегистрировали эту инициативу. Спасибо. Господин Дзиндевский, может быть, либералы хотели попасть в тренд сегодня, судя по последним событиям, которые мы наблюдаем в молодороссийских отношениях? Они посчитали для себя, не знаю, возможным именно вот сейчас выступить, зарегистрировать? Ну, трудно не согласиться с господином Дзиндевским. Я думаю, что они поторопились, потому что боялись, что кто-то другой перехватит инициативу и объявит об этом. Только объявит об этом. Есть реакции уже демократической партии в лице ее пресс-секретаря, который сказал, что это популистская инициатива. Я с господином Гелецким и с господином Гомарьем согласен абсолютно. Я думаю, что эту инициативу поддержат те партии, которые надеются на тот электорат, небольшую часть, где-то треть электората, который может поддержать это решение. И вот на выборах эти люди захотят заручиться поддержкой этой электораты и могут, так сказать, активно продвигать эту идею. Кстати, господин Сырбу, как мы знаем, это тоже представитель демократической партии, сказал, что в партии это решение еще не обсуждалось. Поэтому он не может его прокомментировать ни с положительной, ни с отрицательной точки зрения. Вы знаете, выход Молдовы из СНГ, в принципе, сегодня из СНГ вышла Грузия. Уже три года, говорит, в 2014 году поставила вопрос о выходе СНГ с Украины, она еще не вышла. Почему? Потому что, в принципе, мы здесь стреляем себе в ногу. Почему? Если позволить об Украине чуть-чуть позже. Я цитаты просто хотела бы какие-то. Я о Молдове. В рамках СНГ подписано где-то около 600 соглашений. Это не просто какое-то такое объединение, знаете, вот как бывают такие, что вот люди съехались, как очень часто шутят, да, что вот там съезжается президент, и непонятно о чем говорят и так далее, и так далее. Мы долгое время жили в одной стране, и когда мы разошлись, да, осталась куча нерешенных проблем. Это другой вопрос, что три человека там где-то в бане, распустили Советский Союз и так далее, и так далее. Это можно обсуждать много, вот. Но осталась куча нерешенных проблем. Та же вот проблема пенсии, да, вот сейчас, допустим, я помогал одному человеку, который оформляет пенсию в России, а работал он здесь, да, или кто-то работал в России, вот когда, а получать пенсию здесь. И существуют вот эти запросы, да, вот сейчас россияне ввели, чтобы у нас в Молдавии очень многие люди рисовали себе большие заработки, да, а потом надеялись в России на большую пенсию. А сейчас это дело все перепроверяется, понимаете, можете себе представить вот эти все связи, даже я маленький пенсионный вопрос привел, а есть масса других вопросов, которые остаются. Есть такой момент, что если даже страна выходит из СНГ, как Грузия это сделала, да, то все соглашения работают до их расторжения, вот которые остались в СНГ, да. То есть они будут работать до тех пор, пока не будет заключено другое соглашение. Поэтому сейчас зачастую вот это делается, вот эти заявления о выходе из СНГ делаются из каких-то обид на Россию, да. Именно на Россию, не на все, а другое. Ну это примерно, как вы знаете, как я на зло маме отморожу уши, да, вот мы сделаем плохо России, но тем не менее сделаем плохо и нашим гражданам, потому что в отличие от Украины и многих других стран, Молдова, где-то около более полумиллиона наших граждан работает в России. И изменить для них режим пребывания, вот трудоустройство, визовый режим и так далее, можете представить, чем это грозит? Поэтому если... Знаете, что говорят сторонники выхода? Они одну фразу очень часто цитируют, я заметила. Они говорят, ну нам же давно сказали, что СНГ это модель цивилизованного развода. Так давайте разведемся в конечном итоге. Подождите, Людмила, когда даже два человека разводятся, да, если они ненормальные люди, да, то у них остается куча проблем. Это общие дети, имущество и так далее, и так далее. Они продолжают цивилизованно общаться, встречаться, разговаривать, заботиться о каких-то проблемах. Если люди ненормальные, то они не общаются и проблемы забрасывают, да, начинают там пить, разбивать и так далее, и так далее. Поэтому я считаю, что модель цивилизованного развода будет нужна до тех пор, пока нам нужно будет каким-то образом взаимодействовать. Понимаете? А то, что сегодня, кстати, вот сегодня очень примечательно, как будто господина Гимпа услышали в Москве. Сегодня было заявление, обращение президента России Владимира Путина к лидерам страны СНГ. И он привел пример, кстати, нашу Молдову, предложил им стать лидерами, наблюдателями, тех, кто еще не стал членами Евразийского экономического сообщества, стать им, получить статус наблюдателя и расширить свое участие там. Поэтому, видите, вот плавно перетекает одно в другое. То есть, в принципе, происходит нормальная вещь. В Москве объявили, что интеграция на рамках СНГ может быть разноплавной. Там может человек, каждая сторона может выбрать себе именно то, что ей хочется. Никто никого не заставляет, не будет через колено ломать и так далее. Я поняла. Господин Гелецкий, ну вот смотрите, какой вопрос сам по себе, мне кажется, напрашивается. Когда наши государственные мужи принимают какое-либо решение, особенно в сфере международных договоров, членства нашего в международных организациях, ведь мы всегда подразумеваем, что это все пойдет на благо. Да, ведь мы никогда заключаем какой-то договор, мы думаем, будет лучше. Точно так же мы расторгаем, мы тоже надеемся, что будет лучше. Вот скажите мне, пожалуйста, что выиграет Молдова, если вдруг мечта либералов осуществится? Что мы выиграем? Не, ну а я возвращаюсь к одному из тестов, которые я вначале сказал. Нужно обсуждать. Если здраво и мудро подойти к принятию любого решения, то нельзя просто так, сегодня мне показалось, что так лучше, я вот так решаю. Надо и с политической, с экономической, с социальной точки зрения произвести какие-то обследования, исследования, чтобы знать, вот чем, какие преимущества, если мы остаемся в СНГ, а какие преимущества, если мы выходим в СНГ. А вы видите какие-то преимущества, если мы выходим из СНГ? Я думаю, что в перспективе, да, могут быть преимущества, в связи с чем, потому что для меня СНГ, вот господин Демидельский сказал какую-то фразу, я думаю, что правильно вы меня поймете, СНГ это была попытка сохранить Советский Союз, это мы были одной страной. То есть, собственно говоря, поскольку мы жили в одной стране и мы не были готовы перейти вот сразу к тому, что мы полностью независимые страны, были и какие-то экономические, какие-то культурные, социальные, другие отношения, которые, ну, разрывать буквально за ночь, ну, и не стоили тогда, может быть, понимаете, хотя и тогда были противоречивые мнения. И мне так вспоминается, что господин Снегур, когда поехал и подписал, тут в Молдове, в парламенте не все были согласны с тем, чтобы мы вошли в СНГ, тоже были разногласия и на тот момент, когда мы вступили в СНГ. Поэтому на сегодняшний день говорить об СНГ мы говорим как о той реалии, которую мы унаследовали от Советского Союза. Время проходит, страны, которые входили когда-то в Советский Союз, они строят свою, как бы, независимый путь становления государства. Поэтому, опять, саму идею можно обсуждать, надо посчитать, когда можно уйти, каким образом уйти, чтобы это негативно не сказалось на наших гражданах. Потому что, в конечном итоге, мне кажется, было бы разумнее, чтобы у нас были двусторонние соглашения со всеми бывшими советскими республиками, в том числе с Россией. Ведь, несмотря на то, что мы члены СНГ, Россия, она вела эмбарго, когда политически она посчитала необходимым эту эмбарго вести. А если есть какие-то двусторонние экономические отношения, может быть, они бы лучше защищали нашу страну. Но мы должны опять последовательно идти шаг за шагом, чтобы, если что-то мы убираем, чем-то это нужно заменить. Вот тот же пример Грузии, что если ты выходишь из СНГ, то не теряй сразу силы все эти соглашения, которые были приняты. Они чем-то должны быть заменены, потому что есть какие-то отношения, есть люди, они сегодня переезжают свободно из одной страны в другую страну и так далее. Я не готов сегодня отдать ответ, что мы выиграем и что мы проигрываем, но я считаю, что этот вопрос стоит, чтобы его обсудить до того, как принимать это решение. Тогда это было бы разумно. Ты ставишь на стол все положительные, все отрицательные, каким образом можно уменьшить вот эти отрицательные эффекты, если ты принимаешь какое-то решение. И вот таким образом стоило бы поступить. Да, очень, кстати, здравая позиция. А я хотела бы поводу Грузии только, если можно добавить. Нет, если бы мы еще, знаете, подписывая соглашение СИЕС, так же бы ответственно отнеслись, поставили на стол, все проверили, 900 страничных. Текст не подмахнули, не оказались бы сейчас у разбитого корыта. Вот, тоже было бы неплохо. Да, очень хорошо. А, кстати, в отношении Грузии, вы знаете, вот до сих пор некоторые грузинские политики, они жалеют по временам СНГ по одной простой причине в плане территориальной целостности. Да, вот они говорят, когда было СНГ, вот было безусловное признание, да, что Грузия, не было тогда вот этих проблем. И Шеварнадзе тогда начал первым высказываться о пользе СНГ. Потом пришли другие политики, которые подхватили вот это. Потом привели других политиков. Да, ну мы же не будем сейчас всю цепочку, значит, эту рассматривать. Валерий. Да. А вас спрошу, что проиграет Молдова, если вот вдруг такое решение будет принято. Вот очень хороший вопрос, Люда. Знаете, почему? Мы всегда ведем себя в взаимоотношениях с Россией, как старое дело. Нас хотят, а мы выбираем. Нас никто не хочет. Ни Россия, ни ЕС. По той простой причине, для того, чтобы что-то, вас хотели, вы должны что-то предлагать, представлять из себя. Трудно напрашиваться кому-то в партнера с протянутой рукой. Это не партнерство. Когда говорят о партнерах по развитию, да, а мы стоим с протянутой рукой, это не партнеры по развитию. Потому что партнерам, партнер предлагает взаимовыгоду. А какая здесь выгода, когда нас пытаются просто использовать в роли какого-то одноразового орудия, да, в расчетах с другими государствами. Да, между Россией и Западом существует конкуренция. Нормально. Американцы продвигают свои интересы, россияне отстаивают свои интересы, ЕС имеет свои интересы, эти интересы не всегда сходятся. Мы же пытаемся каким-то образом, вы знаете, вот угодить или тем, или другим, или третьим. А надо угождать себе. Думать о своих интересах. Вот мы должны очень сейчас трезво подумать. Я понимаю, что предвыборный год, я понимаю, что в этот год будет сделано еще немало удивительных шагов. Кризис идеи, я смотрю, вот, да, потому что кроме языка, выхода там, вот, как раз. Да, выхода с язык, идеи евроинтеграции в Конституцию, что угодно. С креативом богатого. Лишь бы понравиться своему сектору, да. Но выборы заканчиваются, наступает реальная работа, да. И вот тут, когда мы начинаем все это дело считать, мы, конечно, остаемся в большом минусе. Потому что ни одна из стран СНГ не переживает такие тяжелые трудности, не оказалась на задворках, как наша страна. Ни одна из стран СНГ не выгнала из своей страны половину населения. Нигде не оказалась промышленность, экономика в таком загоне, как у нас. Понимаете? Поэтому я думаю, что наши политики, ну, политиков, понимаете, люди, мне очень сложно сегодня взывать к политикам, потому что я понимаю. Они мне говорят, когда я им говорю, слушайте, вы думаете о интересах этой страны и так далее? Он говорит, а что толку думать, когда мы идем на выборы? Главное там оказаться, вот там окажемся и будем думать о своих интересах опять. Понимаете, никто об этой стране, нет ни твердой вертикали власти, ни желания, ничего. Страна идет в раздрай, к сожалению. И сегодня опять наступают выборы, опять политики нас позовут на эти баррикады, танки НАТО, танки Путина, там еще что-то. Хотя никому у нас большого дела нет, понимаете? Ну, не очень согласна, потому что не только говорят, но и делают. Открыли офис НАТО. Ну, Валерий. Я никогда не поверю, например, это мое личное мнение. Я не раз говорила господину Гелецкому, что это все, знаете, вот, что это такая безопасная, вот такая вот, вот такая структура у нас появляется. Это как бы неправда. Вы знаете, нет, я объясню, почему это происходит. Сотни миллионов долларов были потрачены, созданы тысячи неправительственных организаций, сотни средств массовой информации, да, на то, чтобы продвигать какие-то интересы, допустим, тоже против России. И вдруг посол США выходит с таким признанием. Мы им такие деньги вкачали, а они смотрят в сторону опроса, показывают, что, оказывается, за объединение с Россией, хотя никто в Кремле, заметьте, такой вопрос не ставит, в отличие от Румынии. Да, выступает больше населения, чем за объединение с Румынией. То есть люди голосуют, дали людям возможность проголосовать, но не взяли, избрали выступающего за сближение с Россией до Дона, да. То есть про русские настроения, про российские настроения, я бы не сказал, ну, оточнение, иметь дружественные отношения с Россией, они остаются, понимаете, в Молдовской области. И это, конечно, многих беспокоит. И сегодня идет такой, знаете, нехороший нажим, попытка опять сделать революцию, а не эволюцию. Мы помним, чем закончилась, помните, попытка сделать революцию в 2009 году, когда ради каких-то идей сожгли парламент, президентуры, привлек власти целую группу политиков, и тех сейчас, они или сидят в тюрьме, или под прокуратурой, и так далее, и так далее, да. И никто уже не говорит о миллиарде, все опять говорят о неком геополитическом противостоянии. Поймите меня правильно, не мы, не Россия, не ЕС, не США, как бы мы, мы им не нужны. Они нам нужны, и мы должны уметь сотрудничать и защищать свои интересы, вот взаимоотношения с этими странами. Господин Гелецкий, вот если говорить о том, что теоретически Молдова может потерять, давайте мы посмотрим на экономику, первонаперво. И тут все напоминают нам о зоне свободной торговли. То, от чего просто так никто, в принципе, не отказывается. Получается, что выйдя из содрожства независимого государства, мы можем потерять. Отсюда пойдут и наши экономические потери. Ведь кто бы что ни говорил, но у нас в России, только в России, уже не говоря о других странах, да, в Белоруссии, мы же там экспортируем свою сельхозпродукцию, мы будем нести действительно существенные потери. Почему вот тогда? Я сказал, что если поставить вопрос о выходе из СНГ, то этот выход нужно чем-то другим заменить. У нас, если будут двусторонние соглашения, политические, экономические, с Белоруссией, с Российской Федерацией, то это никак не отразится на нашу экономику. На сегодняшний день надо сказать, что у нас больше экономических в процентном соотношении товарооборота с странами Евросоюза, чем с странами СНГ. Поэтому здесь нельзя так сказать, что если выход из СНГ, сразу мы экономически очень многое потеряем. Если разумно это сделать. И если это опять во времени так запланировать, чтобы это отрицательно на нас не сказалось. Я привел аргумент эмбарго Российской Федерации. Несмотря на то, что мы входим в СНГ, когда Российская Федерация посчитала нужным ввести это эмбарго, они ввели это эмбарго. А если есть двусторонние соглашения, в том числе с Российской Федерацией, которые дают какие-то гарантии, такое соглашение может быть даже лучше. Вот вы полагаете, что выйдя из СНГ, если Россия все-таки захочет ввести эмбарго, она этого не сделает? Я не предлагаю путь, который предложила либеральная партия. Я не о таком пути говорю, я говорю о другом пути. А как вы полагаете, вот на самом деле много ли сторонников этой идеи среди симпатизантов правого фланга? Вот либералы, они так вот одиноки? Я думаю, что если смотреть по опросам, ну там относительно процент, наверное, высокий. Тех, которые считают, что наше присутствие в СНГ уже утеряло свое значение. Вы полагаете, эти люди руководствуются экономическими показателями, или для них вот нелюбовь к России, самое главное? Вот если честно, так ответить. Я не могу сказать, чем они руководствуются. Ну вы же общаетесь все время с ними, да. Вот как вы полагаете? Ну, скорее всего, больше политическая составляющая, эмоциональная составляющая, она преобладает. Но опять нельзя говорить о том, что выход наш, если, скажем, такое случится, да, выход из СНГ сразу скажется драматически на нашу экономику. Если опять это разумно все сделать, оно, собственно говоря, не должно так сказаться отрицательно на нашу экономику. Вы знаете, я когда-то спорил с россиянами, с российскими политологами, они мне тоже привели этот аргумент, что, знаешь, вот если Молдова боится с нами ссориться, да, она потеряет экономику. Я говорю, нельзя потерять того, чего уже нет. Понимаете, обвалить молдавскую экономику невозможно. Поэтому сейчас поддерживаете тех, кто хочет... Нет, 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 я не поддерживаю тех, кто возил в СНГ, но просто с 2005 года, когда мы потеряли рынок, на котором зарабатывали миллиарды с виноделием, да, вы помните эту историю? Я помню. Из-за чего она произошла? Да, я уже говорил, что, ребят, если у вас товароборот с Соединенными Штатами Америки в размере 30 миллионов долларов, вы называете стратегическими партнерами, а Россию перестаете называть стратегическими партнерами, трудно, так в мире не бывает. Сложно пользоваться какими-то преференциями у какой-нибудь страны и не учитывать ее интересов. Ну, Сангелецкий, Дим Детский, вот когда грянул 2014 год, вы помните этот кризис, когда фермеры, что было, да? Помню, помню, помню. Я даже знаю, как уговорили фермеров, сказали, вот подойдете к нашим компаниям, которые там обеспечивают родно-российский рынок. Ну, вы все знаете. Да, да, и фермеры ушли. Нет, я не за то, чтобы фермеры пришли, спалили парламент и так далее. Я это к тому, что после этого эмбирного эмбарго каким ударом все равно оказалось для наших фермеров невозможность экспортировать свою продукцию. Все мои братья двоюродные, они фермеры, и когда я к ним приезжаю, да, дай им волю, они в Советский Союз восстановят. Они жалеют об этом рынке, действительно, и это очень сложно, и так далее. Да, я к тому. Они еще не знают о второй части Морелизонского балета, понимаете? А она, почему сельское хозяйство Молдовы в значательном состоянии, которое вот эти фермеры установили, оно как бы вводится в такое пике? Потому что уже есть покупатели на землю, и это будет как в соседней Румынии. Мы идем по тем же стопам. В Румынии почти 40-50% земли уже скуплено, она уже не прилежит румынам, понимаете? И так это дело еще скупается красиво, когда земля берется просто, знаете, как под сельскохоз угодья, потом там вдруг обнаруживает меди или что-нибудь, разрывает, потом уходит, понимаете, и бросает. Поэтому я говорю, что в стране нужен хозяин. Если мы хотим что-то производить, а если мы хотим вот такую экономику, которую мы имеем, которая держится, единственная экономика в странах СНГ, которая держится на гастробайтерах, вот тем, что мы выгнали население из страны заниматься непосильным трудом, я называю это заниматься евроинтеграцией, а потом на их деньги наше правительство не думает годами. Я ругаю правительство Филиппа. И до правительства Филиппа никто не думал, а как эти деньги, которые приходят и заработаны таким тяжким трудом этих людей, хотя бы сделать, чтобы они начали работать на страну, чтобы здесь запустились какие-то производства, чтобы вернуть их людей. Каждое правительство, господин Гелецкий знает, надо идти к избирателям и обещать, мы всех вернем домой. Господин Лянко даже в Яссо их хотел перебросить недавно. Господин Гелецкий не был в правительстве еще. Он не будет отвечать за правительство. Господин Гелецкий ходит на встречи с избирателями, и он прекрасно лучше меня знает, о чем люди говорят. Люди говорят, люди недовольны ситуацией в стране, люди недовольны расколом в семье. Господин Гелецкий как паспорт, или кто знает, что происходит с семьей, когда муж работает в России, а жена работает в Италии, и по два года не видится, и потом приезжает, и что происходит с детьми, и так далее. Вот эта разруха, понимаете, это главное, что сегодня людей волнует, а не геополитический вектор, понимаете? Да, правильно, это и людей волнует, и людей волнует, чтобы, как вы говорите, появился хозяин, и чтобы они могли торговать и вывозить свою продукцию туда, где они знают, рынки. Людмила, понимаете, мы этот рынок, к сожалению, к сожалению, я приведу пример маленький. Если можно, очень маленький. Да, очень маленький. Когда мы потеряли, еще при Владимире Николаевича Воронине, винный рынок, да, очень многие говорили, что все там, прочее. Не потому, что европейцы или американцы плохие, просто они умеют защищать свои рынки, они умеют защищать своего производителя. Здесь соглашусь, да. И мы не сможем с ними никогда конкурировать, потому что право было абсолютно, когда Путин сказал, что если молдавское вино выльет в Италии, он не говорил, просто хотел оскорбить молдавское вино, он просто говорил, что итальянскому правительству интересы своего производителя ближе, чем интересы молдавского производителя. Я бы хотел, чтобы у молдавского правительства было точно так же. А у нас не приходил, допустим, премьер или какой-то министр и говорил, знаете, вот только что говорил с послом какой-то страны большой, да, он сказал, это не годится, сейчас будем менять. И когда я это вижу по телевизору, знаете, я не знаю, что сказать, понимаете, я не представляю себе в американском правительстве или там французском или немецком, что вы приходили и говорили, что вот вчера заходил посол и сказал делать вот так или не так, понимаете. Переносимся из Италии в Украину, потому что ее пример мне показался достаточно показательным, вам вопрос, господин Гелецкий. Вот смотрите, как обстоит дело с выходом из СНГ на самой Украине. В марте 2014 года Совет Национальной Безопасности и Обороны, так у них называется СУВБЕС, принял решение о начале процедуры выхода Украины из состава СНГ. Да? 14-й год. В ноябре 2016 года соответствующий законопроект был подан в Раду. Ну, то есть примерно как у нас. 16-й год, ноябрь. Законопроект до настоящего времени на голосование не выносился. Почему? Мне кажется, я уже объяснял, потому что одно дело, когда ты просто так... Вы искренне объясните. Так я объясняю. Я еще раз говорю, что в Украине тоже, даже если была эта инициатива, они поняли, что нельзя рубить с плеча. Этот выход, даже если он произойдет, я думаю, что он произойдет, потому что с моей точки зрения это как бы неизбежно, но он должен произойти естественно путем. Его нельзя просто так, как бы, мост этот взорвать и вообще, чтобы никакого сообщения не было с странами, которые раньше мы входили в одно общее государство. Так не должно быть. Это неразумно таким образом поступать. Поэтому с этих соображений я понимаю, что в Украине тоже есть люди, которые здраво рассуждают и понимают эти реалии. И тем страшнее, если на минуточку, мы же знаем, какие отношения на сегодняшний день у Украины и тоже России. Вы представляете, да? То есть у нас, к счастью, не такие еще, да? А вот в Молдове, понимаете, глядя на это все, предлагают выйти из СНГ. Ну, мы уже говорили об этом предложении. Это предложение, оно имеет политическое, как бы, политическое составляющее, очень сильную политическую составляющую. Ее можно понять. Но с другой стороны, эта политическая составляющая, она говорит о том, что есть и какое-то, ну, рациональное зерно. Ну, обсудить, посмотреть, какова перспектива нашего оставания в составе СНГ. Я не могу, я со многими вещами соглашаюсь, когда господин Демидейский вот высказывает. Но сказать о том, что, собственно говоря, о рынках, да, то я не согласен с тем, что наше правительство, оно не думает об этом. Просто не так легко, потому что каждая страна действительно думает о своих национальных интересах. А мы, вы говорили чуть выше, господин Демидейский, что вот мы с протянутой рукой. С другой стороны, вы говорите, что они нам нужны. Я тоже так понимаю, что они нам нужны. Нам нужен не Запад, нам нужен не Восток, нам нужны хорошие отношения, нам нужен рынок и в бывших советских странах, нам нужен рынок и в Западной Европе. Но здесь тоже через разумную политику нужно завоевать место для своих товаров на этих рынках, понимаете как. И поэтому здесь нельзя сказать о том, что мы вот действительно проводим такую политику, никто не думает о том, что нам нужны рынки сбыта наших товаров. Просто нелегко завоевать эти рынки. Эти государства, любое государство, оно тоже думает вначале о своих национальных интересах, а потом думает о том, что да, есть какие-то взаимовыгодные, скажем, экономические отношения, понимаете как. Абсолютно право, господин Гелецкий, в том, что действительно нужно завоевывать другие рынки, но прежде чем завоевывать другие рынки, нужно еще не лишаться тех, которые ты имеешь. Вы знаете, вот обычно, когда человек хочет построить новый дом, он не разрушает сразу старый, понимаете. А мы разрушили старый дом, а в новый не пришли, к сожалению, понимаете. Вот оказались в такой ситуации в очень невыгодный момент. Нам действительно не повезло, это объективно не относится к Молдове. Никто не ожидал и думал, что лет 10 назад будет такое противостояние в мире случиться между Россией, Западом и так далее. Из-за конкретных проблем, потому что сегодня я не отношу себя к тем людям, которые объединяют во всем России. Я понимаю, почему американцы, это говорят европейцы, почему говорят румыны или кто-нибудь другое. У них есть свои национальные интересы. Российская Федерация тоже свои аргументы приводит. Нет, нет, господин Гелецкий, абсолютно правильно. У всех есть свои интересы, и все эти интересы проводят так, как они могут. Понимаете, говорить, что только там, знаете, когда мне говорят, вот, обыкновенный аргумент. Почему Россия не выводит войска из Приднестровья? Я спрашиваю, ребята, почему американцы уже сто лет не выводят войска с Кубы, с Гуантанамо? В 1934 году кубинцы поставили вопрос, потом Фидель Кассер разорвал, прекратил платить аренду, они никуда не уходят. Да еще туда везут преступников и мучают, там издеваются. Обама сказал, вывезу, не вывез. Понимаете, кто приглашал американцев в Ирак убивать миллионы людей, миллионы людей в Ливию, Сирию и так далее, или европейцев? Да, Ширак был против, Шрёдер сказал, не надо. Пошли, убили, сделали, и никого не спрашивали. Сейчас, извините, ошиблись, миллионы людей убили так просто. Понимаете, поэтому я говорю, что когда мы об этом говорим, да, мы попали в этот переплет международный, да, сложный. Я не знаю, чем он закончится, это противостояние есть. Но мы маленькая страна, и нам очень повезло, что уже другие наступили в эту лужу. Нам бы хотелось бы, конечно, чтобы наши правители подумали и не вляпали нас в эту лужу. Потому что у нас в Приднестровье одни не Донбасс. У нас ситуация там посложнее, потому что там же, в Приднестровье, давайте скажем так, это международно признанная сторона переговоров. Потому что когда я говорю международно признанная, все напрягаются. Но она как сторона переговоров сидит за тлон переговоров, понимаете? И там как действовать как слон посудной лавки нельзя. То есть Порошенко я понимаю, почему он не хочет признавать Донбасс и садиться с ним за стол переговоров. А у нас уже есть международно, там есть миротворцы, там есть все. И там, понимаете, вот никакие шутки, когда мы будем действовать в интересах других государств, они очень плохо кончатся на нас, понимаете? На нас кажутся. Поэтому мы здесь должны быть очень осторожными и очень внимательными, да, прежде чем мы делаем эти шаги. А у нас, к сожалению, ну, предвыборный год, я понимаю, что политики больше будут думать о избирателе. Понимаете, как вот пригнать вот этих избирателей в свою, в гожемиацию, или в другую, значит, как бы устроить, знаете, пройти в парламент. И они так и мне говорят. Валера, о чем ты говоришь? Какие интересы страны? Сейчас выборы главный интерес. Сейчас вот надо быстро-быстро-быстро пройти снова в парламент. Кстати, о выборах, я вас прерываю. Господин Гелецкий, какие политические силы и при каких условиях могли бы, вот, теоретически, поддержать этот законопроект Либерал? Ну, я думаю, что... Сложный вопрос для Господина Гелецкого. Да, вопрос сложный. Я еще раз говорю, что... Нет, я не говорю о избирателе. В принципе, я знаю своих коллег из Либерал-Демократической партии, когда мы были вместе. В принципе, мы разделяем эту идею, но не в той форме, в какой предоставили ее нам Либеральная партия. Потому что, если вопрос будет поставлен на голосование, я не знаю, кто еще проголосует. Может быть, кто-то еще проголосует. Я не исключаю, что, может быть, даже наша парламентская группа, но, по крайней мере, я на сегодняшний день, не имея позицию нашей группы, высказал свою личную точку зрения, как я вижу разрешение этой проблемы. Эту проблему нельзя решить вот так, рубив с плеча, понимаете? Эту проблему нужно и обсудить. Вот как раз вы привели опыт соседней Украины и так далее. То есть, эти вопросы, выхода из каких-то, в данном случае, вот это соглашение, оно непростое соглашение. И для этого нужно все внимательно просчитать, все внимательно, и причем нужно и вести переговоры. Если нормально, нужно об этом вести переговоры с этими странами, сказать об этом, чтобы было, скажем, с их стороны тоже, они нас понимали, почему мы хотим выйти, какие наши аргументы, для чего это. Или, если у нас какая-то дорожная карта, каким-то образом мы это видим, выходы и так далее. Если так, поставить просто вопрос ребром. Если поставить просто так вопрос ребром. Ну, понятно, что это чисто политическая риторика, избирательный год, мы будем говорить, там будет поляризация в обществе, кто будет за, кто будет против. Вы, я так понимаю, не очень верите в то, что вообще этот законопроект будут рассматривать, так? Да я не уверен, что этот вопрос попадет в повестку дня. Конечно, я не могу сейчас сказать, что... Нет, он попал, он только зарегистрирован. А, зарегистрировал, вы еще не проголосовали его, я имею в виду. Они еще даже в комиссиях их не рассматривали. Постоянное бюро должно включить его в повестку дня, поэтому мы еще не знаем. Знаете, Людмила, вот еще хотелось добавить бы, очень важно, это в быстром переходе двусторонних соглашениях. Вот в рамках СНГ у нас сегодня подписано, только у Молдовы где-то около 600 соглашений. В ситуации, когда мы выслали председателя межправкомиссии Рогозина, да, и наше правительство совершенно не встречается, не на уровне министерств. Вот сейчас, слава богу, слава богу, господин Дадон сказал, что вроде бы будет приглашение от молдавской стороны, сюда приедет делегация МИД России, и начнется вот это восстановление отношений. Я только за это, потому что, знаете, когда там великий Махат Маганди, встречая английского губернатора, который убили там миллионы людей, он сказал, вы знаете, вы мой враг и я ваш враг, но у нас есть проблемы, они нас обедняют, понимаете, лучше встречаться и разговаривать. Так вот, я хочу сказать, что можете представить, когда у нас нет контакта на межправительственном уровне, что такое перезаключить 600 соглашений, подготовить их. Мы в соглашении о миграции, вот на наших трудовых мигрантах, уже три года мы не можем его добить, да, хотя было три межправкомиссии и так далее. А 600 соглашений, это пенсион, это здравоохранение, это проезд, это наши гастарбайтеры, там, это уйма вопросов. Я здесь с господином Гелецким абсолютно, только сумасшедший человек, которому ударила неизвестная моча, ой, пройдите, жидкость в голову, может сказать, что давайте это отрубим, знаете, а что завтра, эти люди завтра к нему придут, скажут, ну хорошо, вы это сделали, а что мне делать с пенсией? Валерия, это при том условии, если эти соглашения намереваются заключать. Да, кстати, тоже хороший вопрос. Подождите, Людмила, а как вы не заключите соглашение, когда 600 тысяч наших, каждый четвертый гастарбайтер работает, каждый третий гастарбайтер работает в России? Как вы не будете заключать с ними соглашение? А как можно объявлять персоны Нонграда, председателя межправительственной комиссии, тем самым давая понять, что, вы знаете, мы вообще не можем говорить ни о чем. Давайте разделим, я журналист, я не отвечаю, это господину Гелецкого вопроса. Как эта инициатива скажется на молодороссийских отношениях? Ну, вы ставите вопрос в том случае, если бы эту инициативу рассмотрели бы и церили. Нет, я ставлю вопрос не так. Я ставлю вопрос так, что на сегодняшний день все ведущие российские средства массовой информации уже дали это новостью, что в Молдове есть такой законопроект. Естественно, там тоже живые люди, у них есть какая-то реакция. Ну, там тоже журналисты, которые ищут темы для того, чтобы как-то заинтриговать общественное мнение. А Гелецкий нам в последнее время искать не нужно, потому что политики нам столько тем дают. Секунду, Гелецкий, знаете, чем отличаются вы политики от журналистов? Журналистов говорят так, что слово не воробей, вылетит не поймаешь. А у вас, у политиков, по-другому. Слово не воробей, поймает и вылетишь. Ну, время покажет. Еще раз говорю, каждый политик, конечно, отвечает за свои инициативы, за свои предложения. Ну, понятно. Но мы все-таки живем в свободной стране. Мы с вами как-то говорили в других передачах о НАТО. Я сказал, что да, у меня может быть другая позиция, но я не могу запретить другим политикам, другим гражданам моей страны, чтобы они считали, что да, Молдова должна входить в состав НАТО. В том-то и отличается свободная страна и свободные граждане. Они могут свободно выразить свою точку зрения. Если есть граждане в Молдове, которые выражают эту точку зрения, что Молдова должна выйти из состава СНГ, ну, с этой точки зрения тоже нужно считаться. Если они не правы, им нужно сказать, вот почему-то нельзя сделать завтра, почему-то можно было бы сделать, это разумно сделать. Вот в таких условиях это разумно сделать. Потому что это политический диалог, это политическая, как бы сказать, и политическая своего рода культура. Но просто запрещать, чтобы такие идеи обсуждались, это тоже неправильно. Давайте мы вообще такие идеи не будем обсуждать. Господин Гелецкий, я все поняла, кроме ответа на свой вопрос. На молодороссийских отношениях, как это скажется? Ну, я сказал, что сама инициатива, она не должна сказаться. Она может сказаться на любых двухсторонних отношениях, когда правительство выходит с этой инициативой. Когда в парламенте большинство рассматривает эту инициативу, тогда это сказывается на наших двухсторонних отношениях. А просто, что есть сегодня какая-то инициатива, ну и что если есть инициатива, это же не запретить. Вот вы зря что-то сказали, потому что сейчас Валерий Демидетский просчет нам курс, как журналистское слово, только намерение, да, сказывать. Вы знаете, я поддержу господина Гелецкого, потому что к этому нельзя серьезно относиться. Почему? Потому что господин Гемпу когда исполнял обязанности президента Молдова, было у нас, в нашей истории было и такое. Да, и встречал тут еще глав государства. Да, да, встречал тебя. Господин Гемпу мог спокойно выпить утром вина, стакан вина для храбрости, взять ручку и подписать, расторгнуть соглашение, благодаря которому миротворцы находятся там в Приднестровье. И все, после этого российские миротворцы должны были собрать знамя, все и уехать. Потому что соглашения нет, они там незаконны, да. Что бы произошло на самом деле? Я думаю, что если бы господин Гемпу это сделал, ему бы просто первыми по рукам дали партнеры по развитию, да. Которые сказали бы, слушайте, а что вы там вытворили? А что будет дальше после этого? А будет дальше после этого, действительно, кто будет охранять склады в колбасне? Кто будет обеспечить порядок? Кто их заменит и так далее? То есть, я абсолютно прав, господин Гелецкий, что ответственные политики, прежде чем что-то сделать, подписать, должны еще иногда и подумать. Понимаете, взвесить все за и против и так далее. СНГ, ничто не вечно под луной. Уходили империи, и великие империи, уходили и союзы и так далее, и так далее. Видите, сколько было радости у нас от Европейского союза. Сейчас, видите, англичане сбежали, и не знаю, кто завтра другой, что будет завтра, понимаете? И никто не знает, все это пройдет, все приходит и все уходит. Нам главное видеть свой в этом интерес. Я поняла. Вот, несмотря на то, что вы, наверное, оба со мной сейчас не согласны, я скажу, что я вижу в этом шаге такой, знаете, накопительный эффект. Это когда россияне смотрят новости, да, вот листают ленту. Дайте мне сказать, Валерия, я же вас не перебивала. И когда вот раз в неделю, да, они просто читают, там не пустили, там не сделали. То вот не то, то и тот законопроект приняли. Вот как-то так оно как-то не добавляет. Знаете, я люблю, давайте я расскажу анекдот. Да я не сомневалась, что сегодня тоже без этого не пойдет. Два крестьянина, два крестьянина в Украине нашли снаряд на огороде. И вспомнили, как их обманули, там кто-то их обманул в Москве. Говорит, куда бы выстрелить? Давай поставим его на крышу в сторону Москвы и выстрелим. Поставили, ударили кувалдой стена, взорвался. Один лежит без ног, другой без рук. Он говорит, представляешь, как выстрелит? А представляешь, что в Москве делается. Понимаете, дело в том, что когда я приезжаю... Вы сейчас смеетесь, а он хочет сказать тем самым, что все это в Москве, собственно говоря, сугубо фиолетово. Я часто езжу в Москву, поверьте мне. Даже вот те люди, которые работают у меня в ТАСС и хорошо знают молдавскую тематику, поверьте мне. Их настолько мало интересует, что у нас происходит и что у нас делается. Они нас всех считают бывшими, знаете, как бы вот мы были жили в государстве, но они сейчас отделились и так далее. Мы слишком преувеличиваем свое желание кому-то сделать что-то назло. Или американцам, или европейцам, или русским, понимаете? Мы не должны делать им назло, мы должны делать хорошо себе. Пастор меня, наверное, поддержит, потому что если вы хотите иметь хорошее отношение социально с людьми, старайтесь делать им добро. Зло всегда возвращается злом. У нас остается 4 минуты, и я временем распоряжусь так. Вам 3 минуты, а вам, господи, детские 1 минуту, потому что вы говорили гораздо больше. Пожалуйста. Давайте поговорим о международном факторе. Вот у нас, знаете, когда что-то происходит, какие-то шаги делают многие наши политики, у нас говорят, ну, посмотри, там, за ним наверняка стоят то ли Штаты, да, то ли, значит, Евросоюз. Но я, честно говоря, вот ни разу не слышала, чтобы то ли Соединенные Штаты, то ли руководство Евросоюза говорило, требовало от нас выхода из СНГ, даже когда мы ввели вот эти переговоры. Какое будет мнение у вас? Хотели они или не хотели, чтобы такие инициативы появлялись? Ну, я думаю, что наши партнеры, западные партнеры, они всегда уважительно относились к тем решениям, которые принимала наша страна. Я имею в виду официальные решения, правительство принимало решения, парламент принимал определенные решения. Они всегда и советовали, если они видели в том, что это решение не очень разумное, они советы давали, вот это стоит или этого не стоит делать. В данном случае я не слышал со стороны западных партнеров таких, как бы, предложений. Давайте рассмотрите выход из состава СНГ. Да, вот говорили. Такие предложения я лично не слышал. В то же самое время у них всегда была такая позиция, что если у вас есть какие-то другие отношения, да, с другими странами, в том числе с СНГ, я так читаю, которые не мешают модернизации вашей страны, не мешают тому, чтобы жители Молдовы жили лучше, то, пожалуйста, никаких проблем нет. Мы даже когда ратифицировали соглашение с Евросоюзом, то вопрос тоже, вы же не поставили Евросоюз в вопрос, выходите из соглашений с СНГ, выходите из других соглашений, и только в таких условиях мы, скажем, примем ратификацию соглашения с Евросоюзом. Поняла. Все, что в интересах вашей страны, пожалуйста, можете сделать, и никаких проблем нет. Для меня кажется, для нас это очень важно, чтобы мы думали действительно о благосостоянии нашего народа, чтобы Бог действительно благословил Молдову, и люди вот жили счастливо здесь, на нашей земле. Осталось только одно понять, что они понимают под модернизацией. Не могу здесь удержаться. Одна минута, что они земляские. Да, да, одна минута. Поймите правильно, даже политики, которые очень реально поддерживали проект Восточного Продолженства, говорят о его провале. Это полностью провальный проект, потому что в этом проекте перед нами поставили очень глупый выбор. Или-или, к сожалению. Не словами, а действиями, понимаете? Потому что мы попали, я говорю, что еще раз, мы не виноваты, что мы попали в эту эпоху противостояния, когда русских дожали, и они уперлись. Мы попали просто в эту ситуацию. И те, кто мудро проводил, где вот эти люди, которые всегда приезжали к нам, фьюли и так далее, и так далее. Все. Поэтому вот эти люди, которые нас на это надавили, вот те же армяне, они же более мудро поступили, и, к сожалению, поимели все, что мы поимели, но не так быстро. И не попали в такие плохие отношения, в эти журнала. Поэтому я говорю, что провальный абсолютно проект. Мы под него подписались, мы бежали впереди. Я знаю, что там были личные вещи, отношения и так далее, и так далее. А теперь мы, конечно, к сожалению, мы попав в эту ситуацию, не знаем, что делать, потому что вот эти вот в стране тоже растут противостояния на настроение. И политики тоже вовлечены. Они не могут не считаться с этим настроением людей. Я бы сказала, что они возглавляют этот процесс. Они вы... А плохо политики, которые не возглавляют ситуацию. Понимаете? Да, я бы не сказала, что люди прям так озабочены многими моментами. Да, сказать господину Гимпу, вам что возне, Молдова или либеральная партия? Он скажет, Молдова на самом деле будет либеральная партия, судя по действиям. А хорошо, если партия. Ну, может быть, третий вариант. Ну, партия уже не спустя. Да, но об этом мы не будем сейчас говорить. Я хочу вас поблагодарить еще раз за то, что вы пришли, за то, что мы начали обсуждать вот эту, на мой взгляд, все-таки самую важную тему, которая была в эти дни. Приходите к нам еще, будем спорить. Как говорят, в споре рождается истина. Спасибо вам большое. Вы смотрели программу «Дело принципа». И желаю вам всего самого доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»